Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я продолжаю изучать партии суперфинала 17 сезона ТКЕК, где сражается сильнейший шахматный движок Стокфиш против шахматной наряда сети Лила ЧС-Зиро. Стокфиш играет в этой партии белыми и тема нашей сегодняшней партии защита двух коней, которая возникает после следующих ходов. Слон выходит на С4, черные смело выводят второго коня на поле Ф6 и допускают наглый выпад белой лошадки на поле Ж5, после чего пешка Ф7 находится под серьезной угрозой. Ну что ж, все мы здесь знаем, что главная и единственная защита это ход Д7-Д5, перекрывая диагональ для слона, белые забирают эту пешку. И здесь основным ходом долгие времена считался ход КОНЬ А5, после чего белые выигрывают пешку шахом слона на Б5, но черные получают открытую позицию и хорошую фигурную игру. И также наверняка еще с самых пеленок, с самого детства наши тренера учили нас тому, что нельзя здесь ни в коем случае забирать КОНЕМ центральную пешку Д5, поскольку у белых находится мощный удар КОНЕМ на поле Ф7, приходится брать КОНЕМ на Ф7, и здесь шах с верзем с поля Ф3, двойной удар на КОНЕМ, выгоняющий черного КОНЕМ в центр, но дальше, к сожалению, нам не уточнялось, как именно белые должны замотовать здесь черного КОНЕМ, просто говорили, что сильная атака у белых, можно сыграть КОНЕМ ЦТИ, надавить еще раз на КОНЕМ Д5, и черным очень трудно отбиваться. Но так ли трудно им отбиваться на самом деле? Давайте спросим ответ у Лилы ЧС-ЗИРО, и Лилы смело делает ход КОНЕМ Б4. Двойная цель у этого хода, защитить собственного КОНЕМ на Д5, и контратака ПЕШКИ на Ц2. Здесь нужно небольшой экскурс в историю сказать, и в этой позиции у белых есть очень острое продолжение А2-А3, которое в свое время было очень популярно, давайте посмотрим, ведь Алексей ШИРОВ так играл, много других сильных шахматистов, и вроде бы белые достигают хороших результатов, но на самом деле ход этот сомнительный. Черный забирает на Ц2 шахом, забирает ладью на поле А1, и здесь следует КОНБИО Д5. Именно в этом идея белых, теперь черный король находится под скрытым шахом, и кажется, что отскок коня вводит смертельный для него, поэтому все здесь в большинстве случаев играли король Д6, но этот ход проигрывает после Д4, и у белых действительно решающая атака. Однако вместо хода короля на поле Д6 очень сильно за черных ферзь А4, вот так вот нападая издалека на белого слона, уводя ферзя в безопасную зону, и как ни странно, у белого коня нету хорошего отскока. Можно попробовать взять на Ц7, шах ферзем можно попробовать, забрать ладью, в итоге ферзи разминиваются, и после хода слон Ц5 выясняется, что белый конь с поля А8 никуда не выходит, черные могут постепенно этого коня окружить и выиграть, а черный конь на поле А1 жив как никогда, напасть на него очень непросто, и в нужный момент он даже через поле Б3 может выскочить, если слон уйдет с поля Ф7 куда-то. В общем, здесь в этой позиции черные выиграли огромное количество партий, поэтому идти сюда не рекомендуется, и ход А2-А3 сдан на полку. Ну что ж, остается у белых единственная альтернатива, это ход ферзь Е4, защищая ферзем пешку на Ц2, но на самом деле этот ход выглядит как потея темпа, действительно, белые делают необязательный ход ферзем, ход больше оборонительного, нежели атакующего плана, и черные получают время на то, чтобы укрепить собственного коня на Д5, на ход А3 они отступают конем на А6, и на Д4 спокойно отдают центральную пешку, ставят коней в замок, убегают королем на Ф7, и в этой позиции видно, что у белых только две пешки за фигуру, черный король в безопасности, они наладили блокаду по белым полям, и объективно на победу в этой позиции играют уже черные. Так что после прыжка черного коня на поле Б4, самый разумный ход за белых, это сделать рокировку, продолжая развитие, подводя где-то ладью к атаке, и избегая вилки с поля Ц2. Ну что ж, черные должны в спешке защищать собственного коня на Д5, после чего белые подрывают позицию ходом Д4. Действительно, очень страшно играть с королем на поле Е6, но можно предложить размен ферзей. И теперь у белых тоже есть определенный выбор, на какое поле отступать ферзем. В нашей с вами партии Стокфиш отступил ферзем на поле Е2, поицеливаясь к пешке Е5, но в параллельной встрече белым цветом Лила ЧС-Зиро избрала ход ферзь Д1. Разница в том, что белые хотят поставить на линию Е ладью и забрать на Е5 именно ладьей. Далее последовал король Е7, ладья встала на Е1, черные спокойно отдают центральную пешку с шахом, отступают королем на Д8, отступают конем на поле Д5, позволяя выиграть еще одну пешку, и в итоге белая пешка доходит аж до поля Д6, но черные в последний момент блокируют ее фигурами, и получается следующая позиция. Что мы с вами видим? Черным удалось избежать немедленного мата, и они сохранили лишнюю фигуру, за которую у белых всего лишь две пешки, однако все-таки король расположен не лучшим образом, ладьи не могут соединиться и войти в игру, и партия после продолжительной борьбы завершилась в ничью. Ну а в нашей с вами встрече Стокфиш избирает более популярный ход, отступает ферзем на поле Е2, и в этой позиции самым распространенным ходом является ход король Д7, тоже пытаясь спастись королем бегством, но в нашей с вами встрече Лила отступает королем на поле Е7. Идея в том, что теперь после взятия пешки на Е5, черный ферзь спокойно отступает, и черный король прячется под тенью белой пешки. Ну что ж, конь Е4 пытается белый атаковать, черный выводит слона, и Ф3, очень хитрая ловушка. Конечно же, черным хочется разменять пару фигур, и попутно сдвоить пешки белым, но оказывается, что после этого взятия черный конь с Д5 попросту не может сдвинуться с места. Как только он отходит, например, на поле С7, белый ставит своего слона на поле Ф7, и неожиданно черный ферзь оказывается загнанный в капкан, отступать ему некуда, и белый выигрывает. Поэтому конь на Е4 неприкосновенен, приходится бежать королем дальше, уступая дорогу слону. Что ж, белые прогоняют коня, забирают на Д5, объявляют шах, черные смело забирают коня, допускают шах с поля Е7, и отступают королем на Ж8. Все-таки атака белых заходит в тупик, одним ферзелом мат не поставишь, но можно побить пешку на Б7, объявляя двойной удар. Кажется, что это должно привести к выигрышу белых, ведь они отыгрывают фигуру, и сохраняют решающий материальный перевес, но не тут-то было. Лила находит ход ладья Е8, и выясняется, что если белые съедят лошадь на краю доски, то черные начинают свою атаку. Они играют слон А3, и грозит мат в один ход. Мы видим, что защищаться от этого мата никак не получается. Готовы черные фигуры подключиться к атаке, ладья готовы зайти. Из лучшей защиты это отдать фигуру обратно, вот так вот ходом слон Ж5, чтобы после взятия на Ж5 иметь ход ладья Ф2, и поле Е1 было бы прикрыто другой ладьей. Но тогда и черные могут отступить слоном, и на доске все то же материальное соотношение, то и пешки против слона черных. Позиция примерно равная, может быть даже с небольшим перевесом белых, но все-таки черные здесь сильно не рискуют. В нашей с вами встрече Стопфиш решает отказаться от взятия коня, и он немедленно выводит слона на поле Ф4, защищая свою проходную и соединяя ладьи. Но тогда и черный конь спасается, становится на поле Б8, и контролирует поле перед белой пешкой. Забираем на Д5 шахом, черные загораживаются, и отступаем в призем обратно на Д2. Ну что ж, черным удалось наконец-то обезопасить своего короля, но за это время белые успели съесть аж 4 пешки, и теперь эти пешки идут вперед. С4, Б4. Мы видим, что белые подтягивают свои пешки, разменивают пару ладей, объявляют шах, уклоняются от размены ферзей, и постепенно эти пешки ползут вперед. Но черные все-таки выстраивают блокаду по белым полям, и двигают пешки дальше пока не так просто. Еще пара ладей уходят с доски, черные нападают на С4, вызывают ход С5, и неожиданно после хода конь С4 выясняется, что белые не могут защитить пешку на А3. Действительно, если сыграть ферзь С1, то все равно можно побить пешку, и ни в коем случае нельзя бить коня из-за мата по первому ряду. Ну что ж, на 40-м ходу защищается стокфиш от матом, но пешка на А3 падает, теперь уже 3 пешки за фигуру. И дальше возникает следующая позиция, где обе стороны обязаны стоять на месте, и ждать каких-то действий от соперника. Черные не могут нарушить блокаду белых пешек, которые зашли слишком далеко, а у белых попросту не хватает сил для того, чтобы прорвать эту блокаду. Чернопольный слон белых никоим образом не участвует здесь в борьбе, и не может помочь своим пешкам преодолеть вот этот вот заслон из белых полей, которые контролируют черные фигуры. Так вот они ходят очень долго, происходит размен ферзей, белые подтягивают короля к центру, но даже это не помогает. Мы видим, что удачно черные держат оборону, построили они вот такой вот забор на пути белого короля, и король никак не может пройти к пешкам и помочь им продвинуться вперед. На королевском фланге тоже черные надежно держат оборону, и вот стороны ходят туда-сюда, пытаются стокфиш раскачать оборону лилы, но лила неуклонно стоит на одном месте, блокаду не нарушает, как будто Ленинград за ней, блокада непробиваема. Мы видим, что и так и сяк пытаются, белые даже образовали проходную пешку по линии F, но все-таки ничего не получается, черный король даже вышел куда-то вперед, попугал белого слона, слон отошел, теперь попугали черного слона, но это ни к чему не приводит. Собственно, уже в этой стадии партии становится ясно, что скорее всего партия завершится в ничью, но мы знаем, что шахматные движки ребята упорные, и они продолжают искать шансы, даже в такой суховатой позиции, незабываемо то, что на доске у черных лишняя фигура, и одна пешка у них пока сохранилась, то есть теоретически они могут рассчитывать на победу. Но и белые тоже имеют все шансы победить, если им удастся прорвать белопольную блокаду и отправить свои пешки в ферзи. И вот наконец-то удается что-то похожее сделать, белый король прорывается вперед, и теперь пешка F представляет собой серьезную угрозу, правда черный успевает съесть пешку на B4, позиция очень обостряется, черный съедает вторую пешку, но две пешки тянутся, тянутся в ферзи, черный блокирует поле F7, но D7 от влечения, слон отходит на H5, продолжая контролировать поле F7, ну тогда шаг слоном, и слон готов в нужный момент перейти на E7, атакуя коня, в результате чего происходит размена, и после естественного взятия следующая позиция взяли, взяли, и как вы думаете, какой здесь ход, взятие слона, как вы понимаете, проигрывает. Из-за такого хода, и король не догоняет пешку, но вместо взятия слона у черных есть ход король F6, и король становится в квадрат черной пешки, слон остается в живых, и мы видим, что король успевает, успевает эту пешку задержать, и эта позиция ничейная, поскольку поле превращения черного цвета, в то время как у черных на доске слон, который ходит по белым полям, известная теоретическая ничья, собственно, и в этой позиции, если черный пытается приблизить короля, то белый просто стонет вот так вот, можно попробовать, побежать белому королю пройти к пешке, но тогда мы идем сюда, хотим напасть, это вынуждает как-то так сыграть, ну и в итоге, опять же, ничейная стойка, король достигает поля А1, и на доске абсолютная ничья, вот такое вот интересное окончание, и такая, безусловно, интересная партия, но что самое главное, мы должны из этой партии извлечь, что черные, в принципе, вполне могут позволить себе побить пешку на Д5, и провеять белых в знании вариантов, поскольку после взятия на Ф7, белые рискуют не меньше, чем черные, все-таки черные остаются с лишней фигурой, и если они точно защищаются, то пробить их позицию не так просто, и фигура у них остается, если вам понравился обзор, то ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, а с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч, подписывайтесь на канал,